Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске состоялось очередное онлайн-заседание Национального собрания Западной Армении. Внутри общинные дороги Арцахского АГП Каланджи будут заасфальтированы. Турецкий профессор опубликовал карту Великой Армении. Кирсу – альпинистский уголок, возможность покорить высокие вершины Арцаха, фашистский сосед. Крепость Ангехтум была сокровищницей армянских царей Ашакуни Эдуард Меликян. Фильмы армянского режиссера включат в коллекцию Французского национального музея. 12 января состоялось онлайн-заседание Национального собрания Западной Армении, на котором присутствовали депутаты Республики Западной Армении из разных стран. На заседании были обсуждены вопросы, связанные с внутренним распорядком национального собрания. Основной вопрос повестки дня заседания касался функций созданных комиссий, предложений депутатов, входящих в состав комиссий, на основании которых будет определен график работы комиссий. Заседание ввел председатель национального собрания Леонардо Басмаджан. В общине Агапе-Каланж Мартакерцкого района Арцаха проживает 203 человека. Об этом сказал глава общины Овик Саиян, отметив, что жители села живут своей обычной жизнью. В селе поселились 28 вынужденных переселенцев. У нас есть здание муниципалитета, которое нуждается в ремонте. Медпункта у нас нет, а банкетный зал находится в полуразрушенном состоянии. В школе 16 учеников. В ближайшее время будут заасфальтированы поселочные дороги, как и запланировано, сказал мэр. Турецкий профессор Университета Анкары Бюллент и Плички Оглу разместил на своей странице в Facebook карту под названием «Эллинизм и Анатолия в римскую эпоху». Примечательно, что карта I века содержит большую часть Великой Армении и Малой Армении, которая не была скрыта турецким профессорам. Альпинистский уголок Кирсу – это программа развития общины, созданная в рамках программы «Учи Армения». Об этом в беседе с корреспондентом «Арцахпресс» заявил автор программы Арцруна Ашакян, отметив, что она осуществляется благодаря фонду «Осэм Арцах» при поддержке Федерации альпинизма Армении. В рамках проекта в трех школах Степанакерта построена искусственная стена для скалолазания, которая является первой такой стеной в Арцахе. Альпинистский уголок Кирсу станет местом, где будут проводиться уроки природы, альпинизма, географии и оказания первой медицинской помощи. А также будут организованы регулярные походы, которые позволят арцахским детям познакомиться с Арцахом за пределами своих общин. Цель программы – физическая и психологическая закалка арцахских школьников, передача новых знаний и знакомства с природой, горами и Арцахом в целом, сказал Ашакян. Они пытаются урегулировать разорванные с 1993 года отношения между Республикой Армении и Турцией путем назначения взаимного спресс-председателя. Политика Турции, превратившаяся из столько нулевых проблем в проблемы с соседями, не является независимой от ее внутренней политики и реальности национального государства. Армянский народ, хорошо знающий геноцидное лицо и кровавые руки турецкого государства, риторику безграничной враждебности по отношению к армянам никогда не забудет своего врага, даже если пройдет сто лет. Статья полностью доступна на нашем сайте. Об этом на своей странице в Facebook написал Эдуард Меликян, изучающий клинописи карты. Теперь настала очередь крепости Ангех-Тум в провинции Ахдзник, что пишут все наши историки о крепости Ангех. Имя Ангех происходит от одноименного божества. Ангех выделялся своим стратегическим положением и историческими зданиями. Город-крепость находится на берегу реки Тигрис. По свидетельству Агатангегоса, великий князь Ангех-Тум ставился сразу после четырех армянских пограничников, областей, находящихся под властью Бдешхов. Воинская часть Ангех-Тум составляла 3400 кавалеристов, которым вверена охрана армянских западных ворот. Рядом с водохранилищем, построенным в этой части Тигриса, сохранились постройки. Согласно повстосу Бюзанду, крепость Ангех-Тум была сокровищницей армянских царей Ашакуни. Три фильма армянского режиссера Сергея Параджанова будут включены в коллекцию Французского национального музея современного искусства имени Жожа Помпиду. В связи с этим состоялась церемония передачи, восстановленной на новых 35-миллиметровых кинопленках трептихи, киевские фрески, окопов Натанян и арабские символы на тему перасмане. Весь процесс реставрации трех фильмов представил через презентацию Дэниэль Бёрд, партнер Национального киноцентра Армении, куратор программы «Классика армянского кино» и специалист по реставрации фильмов. В мероприятие приняла участие директор Национального киноцентра Армении Шушаник Мирзаханян. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!